Прозрачность. Для работы с прозрачностью нам понадобится панель Transparency. Прозрачность. Shift-Ctrl-F10. Отделю эту панель. Здесь уже какие-то знакомые функции есть, то есть Opacity. Я, чтобы показать, как работает прозрачность, импортировала, поставила растровое изображение и на переднем плане этого растрового изображения нарисую векторную фигуру. И пусть это будет градиент разноцветный. Разноцветный градиент с разными оттенками. Пожалуйста, чем больше оттенков, тем интереснее все будет смотреться. Пожалуйста, даже еще вот такой цвет. И любое направление градиенту. Пока в нормальном режиме все выглядит так. Но если выделить градиентный объект и ему задать Opacity, непрозрачность, допустим 50%, то мы увидим вот такой результат. И немножко замечаем то, что тускнеют как будто краски градиента. Чтобы краски не потускнели, и чтобы градиент выглядел то насыщенным, затемнением, то в пастельных тонах, нам надо воспользоваться командами наложения. Наложение цветов на панели Transparency у списка, который начинается со слова Normal. Наложение выбирается только для векторного объекта. Первая подгруппа, здесь разделительными линиями на несколько групп разбит этот список. Первая подгруппа, это наложение с эффектом затемнения. Насыщенность красок сохранена. Opacity я сделаю 100%, чтобы было лучше видно. То есть это ничуть я не уменьшила непрозрачность, 100% непрозрачность, но объект при этом прозрачен, так как я включила режим наложения. В режиме Normal это выглядит так, в режиме Multiply, Darking это выглядит по-другому. Вторая подгруппа, это режимы наложения с осветлением. Такие пастельные тона получаются довольно интересные. Lighting screen, очень интересные режимы. Пользуйтесь такими возможностями. Еще одна подгруппа, тоже выделяю только векторный объект. Overlay, равномерное суммирование красок градиента с нижнежайшими красками, с нижнежайшими цветами. Overlay, Soft Light, мягкий свет, жесткий свет, если это, конечно, смотрится корректно с вашими градиентными перетеканиями и изображениями. Здесь рецепта точного никто не даст, потому что и градиенты разноцветные, и растровые изображения разных других оттенков. Поэтому эффекты каждый раз получаются неожиданными. Следующая подгруппа, это негатив. Тоже как эффект, можно, кстати, применить и целиком к изображению полностью, и к половинке. И последняя подгруппа, она как дополнение появилась. Есть такая цветовая модель. HSL, Hue Saturation Luminosity. Вот взяли некоторые функции, как дополнительные функции наложения, в этой последней подгруппе. Hue, это оттенок, довольно резкие такие переходы получаются. Saturation, насыщенность, насыщенность тех красок, которые есть на фотографии. Color, равномерное суммирование красок градиента с красками фотографии. И Luminosity, светимость. Не скажу, что здесь все функции интересны, но, например, Color вполне. То есть вот такие интересные функции наложения можно смело использовать. Но не только для растрового изображения. Нет, конечно. Мы можем нарисовать растровый векторный объект, градиент. Можем скопировать. Вставить в те же координаты. Paste in front. Задать градиенту, инструментом градиент, другое направление. И выбрать какой-нибудь режим наложения. Я сейчас специально выбираю режим негатив. Пусть вас не смущает то, что вы почти все в черном цвете видите. Эти режимы негатива с четным количеством объектов работают именно так. С нечетным намного интереснее. Поставлю еще раз объект на передний план. Задам направление инструментом градиент сверху вниз. И точно такой же режим наложения выберу для третьего объекта. Безумно интересные фоновые такие объекты можно создавать обычными инструментами векторной графики и наложением. Еще раз напоминаю, я специально выбрала из этой группы наложения, чтобы вы не паниковали в дальнейшем. Четное количество создает такое черное пространство. Нечетное количество – очень интересное переливание цветовые. Еще есть очень интересная функция на этой же панели Transparency. Она описывается очень хорошо в вашей методичке. «Маска прозрачности» или, если поточнее, маска непрозрачности описывается на 33-й странице, добавляет эффекты полупрозрачного затухания. Я импортирую другую фотографию. Пусть будет пустыня. Поставлю сюда и покажу, как все это работает. Если хочется, например, сохранить какую-то часть видимой, а остальные скрывать, я специально цветной фон выбрала, чтобы вы это видели, то нам надо воспользоваться маской. Маска непрозрачности. Это режим, где черный цвет переднего плана объекта делает все нижнежайшее абсолютно прозрачными. Белый цвет переднего плана объекта наоборот сохраняет видимость всех нижнежайших объектов. Оттенки серого переднего плана объекта делает нижнежайшие объекты полупрозрачными. Остальные цвета в режиме маски непрозрачности не играют никакой роли. Переднего плана объекта он один-единственный, нарисованный по размерам этого изображения. Один-единственный. Строго, изначально, со стопроцентной опэзити. Это строго. И заливки любые абсолютно. Допустим, градиент. Возьму сейчас черно-белый градиент. Но даже у градиента, у маркеров градиента, везде должна быть стопроцентная опэзити. Стопроцентная непрозрачность. Проверьте, пожалуйста. Я хочу с помощью маски сохранить видимость в центральной части этой фотографии, и чтобы затем, таким круговым способом, фотография уходила на нет. Я рисую на переднем плане объект с радиальным градиентом, в единственном числе, нигде ни грамма прозрачности. На сей раз для работы с маской я выделяю и черно-белый объект, и нижнежайшую фотографию. И нажимаю кнопочку Make Mask. Все, что осталось под черным цветом, скрылось под маской. Все, что было под белым, видно. Вы можете в любое время отменить. Включить или отменить. Вы можете что-то редактировать без отмены. Например, меня не устраивает то, что срезанные верхние и нижние границы получились. Это значит, что черный маркер градиента слишком далеко ушел. Я выделяю готовую маску. Чтобы редактировать черно-белый объект, на панели Transparency я нажимаю черно-белую кнопку. И просто черный маркер градиента приближаю к белому. Границу можно немножко сместить. Мы ни в коем случае не остаемся внутри этого черно-белого объекта, иначе все вновь создаваемое окажется внутри маски. Это очень серьезные проблемы создаст. Вы вошли, отредактировали, затем выходим. Первую кнопочку нажимаем. Также мы можем применять сеточную заливку. Вместо обычного градиента мы можем нарисовать объект по размерам этого растрового изображения, закрасить в однородную заливку. Мы с вами это уже знаем. Строго однородная заливка перед применением Mesh. И, допустим, я не хочу круговым способом делать затухание. Я хочу, чтобы посередине была белая прямоугольная видимая часть. И прямоугольным образом хочется получить затухание. Поэтому градиенты уже меня не устраивают. Я беру черный объект, Mesh, делаю буквально два клика здесь и здесь. Получается у меня прямоугольник, который состоит из четырех узлов. Четыре узла белой стрелкой Direct Selection при нажатой Shift я выделяю и закрашиваю в белый цвет. Такое вот переливание получилось. Еще раз напоминаю, в режиме маски огромную роль играет переднего плана в единственном числе объект. Я выделяю и черно-белый объект, и фотографию. И применяю маску. Пожалуйста. То есть такие возможности и с градиентом, где эти переливания есть, и с Mesh, где тоже перетекание цветовое работает, пожалуйста, можете пользоваться. Но не только к растру это можно применить. Можно применить маску непрозрачности к обычным векторным объектам. Например, хочу нарисовать прямоугольной сеткой какую-то дорожку, уходящую вдаль. Чтобы дорожка уходила вдаль, я возьму Free Transform в режиме номер 3, перспективная деформация, и, ухватившись за левый верхний узел, я сделаю вот такую перспективу. Очень хочется, чтобы та дальняя часть дорожки растворилась, уходила на нет. Я рисую на переднем плане, это очень важно, объект по ширине и высоте примерно такой же, как эта дорожка. К объекту применяю обычную линейную градиентную заливку с поворотом на 90 градусов. Черный цвет должен быть там, где я хочу растворить эту дорожку. Могу сместить границу между белым и черным цветами, выделяю черно-белый объект, выделяю дорожку и выбираю маску непрозрачности. Это очень красиво, это как эффект. Есть такое задание, я все задания вам передаю как образцы, вы можете развивать эту тему, как вам хочется. Вы дизайнеры, вы выберете какие-то свои приемчики. Пока можно без тени, хотя тень можете получить любым способом, но позже буду рассказывать, как получить именно такую падающую тень. Пожалуйста, все нам знакомо. Можете нарисовать на фоне любой объект, любой градиентный объект, какой фон вам нравится. Можете делать фон с наложением, с каким-нибудь интересным. на этом фоне ту же сетку, прямоугольную сетку с разными цветами, перспективу отправить и делать маску. То есть все, что мы уже знаем, просто здесь к этому заданию, в этом задании применяем. Чёрно-белый градиент с поворотом на 90 градусов выделяем и то, и другое, то есть и чёрно-белый объект и сетку без фона и маска. Далее просто такой, знаете, эксперимент, чтобы не забывались функции трансформации. Если, допустим, есть толстая обводка и хочется масштабировать обводку, толщину тоже. Напоминаю, Scale уменьшаем масштаб до 80% обязательно с толщиной обводки. Copy, Ctrl-D, Ctrl-D и так далее. Шар – это обычный градиент, а листья – это символы. Просто ещё раз использовать символы, ещё раз закрепить эту тему, так как она нам пригодится очень при работе с 3D-объектами. Работайте с удовольствием!